В самоизоляции жизнь, конечно, замирает, но не останавливается. Галина Кусякова все так же ходит в магазин и выносит мусор. И дома по-прежнему есть все блага цивилизации. Коммунальщики сейчас делают даже больше обычного. Вчера у нас сделали обработку в доме, двери там внутри, в лифту, значит, все и снаружи делали это, брызгали все. В общем, в этом у нас уборщица все-таки не все делает. Вода есть холодная, горячая есть. Мусор вывозится всегда вовремя. Количество мусора во время самоизоляции становится даже немного больше. Пусть не работают юридические лица, но люди сидят дома и объем бытовых отходов только растет, а значит и количество рейсов мусоровозов снижать нельзя. У нас ничего не поменялось. Работаем в ежедневном режиме. Заявки выполняем в полном объеме. Все, что поступает, все выполняем. Люди так же мусорят, мы так же вывозим. Единственное, что поменялось, так это обработка спецмашин. Каждый водитель с утра получает дополнительные дезинфицирующие средства. Опрыскиваем аккуратненько, чтобы всякие бактерии не прицепились к нам, особенно коронавирус. Такая борьба у нас идет. Каждый рейс, каждый выезд после полигона занимает минут 5-7. Ничего страшного, никуда не дорогимся, зато не заболеем. Количество работников в поле компания не снижает, но вот всех офисных сотрудников отправили по домам. Что касается офисных сотрудников, то у нас введен режим дистанционной работы, соответственно. Если нужно выходить на рабочие места, сотрудники у нас посещают, соответственно, необходимо носить маску и обрабатывать руки в течение дня дезинфицирующими средствами. В аварийной газовой службе все без изменений. На то, чтобы собраться, на вызов есть только 5 минут. Здесь также обязательно для всех контактных сотрудников обработка инструментов и средства индивидуальной защиты. Аварийная диспетчерская служба работает в штатном режиме. Аварийные заявки принимаются также круглосуточно и немедленная реакция на аварийные заявки. Слесари, сантехники, дворники, все сотрудники ЖКХ продолжают свою работу. Все аварии должны устраняться оперативно. Единственное, пришлось отказаться от масштабных плановых ремонтов. Все плановые работы приостановлены. Предприятия занимаются восстановлением аварийных ситуаций, восстановительных работ, связанных с прекращением подачи ресурсов. Персонал, который выполняет работу, обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. Все плановые ремонты отменены, но систему ЖКХ приходится эксплуатировать в штатном порядке. Люди остаются дома, и у них должно быть тепло, свет и горячая вода. Об этом говорил и глава региона Дмитрий Махонин на последнем заседании штаба по предотвращению распространению коронавируса. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Во время домашней изоляции или нахождения на карантине жители должны получать все коммунальные услуги. В домах должен быть свет, газ, вода, тепло. Мусор должен вывозиться. Все должно работать четко в интересах людей. Хоть и Галина Кусякина за свой дом уже не переживает. Самоизоляция рано или поздно все равно закончится. Сергей Овчинников, Александр Неверов, Вести, Перм. Спасибо.